Исайя 9 глава 6 стих 1 полустища Ибо младенец родился нам, сын дан нам Хотел сделать ударение на фразе сын дан нам Друзья, вчера утром получили сообщение Григорий прислал, говорит, брат, надо сказать коротко, назидательно и для детей Это уже само по себе трудно У нас из-за того, что огромная программа Хотел сказать короткое слово Хотел поздравить вас с Рождеством Не просто с Рождеством, но с Рождеством Христовым Потому что вы знаете, что чем больше мы живем в этой стране И больше часто бывает праздника, больше праздничного настроения, но мало Христа Хотелось бы, чтобы вот в эти праздничные дни Сегодня, завтра, послезавтра, чтобы отразился Христос Слава Богу, мы услышали в утренних проповедях смысл Христа Для чего он пришел, что он сделал и то, что нужно было сделать Детки вспоминаются, ровно 28 лет тому назад Мне было 6 лет У нас сформировался детский хор в городе Майкопе У нас были активные спевки, очень было все строго Был огромный журнал, отмечали каждую спевку Ты должен был приходить, ты не пришел, отмечалось Если ты пропускал сколько-то раз, ты просто не участвовал в служении Помимо того всего, все песни, которые надо было учить Мы должны были выучить наизусть, без слов И в конце была контрольная работа Когда регент каждого ребенка прослушивал все песни Чтобы он спел их от и до Чтобы это было торжественно и как бы профессионально И чтобы слава Богу была на высшем уровне После этого прошло 2 года Администрация города, в котором мы жили Разрешила провести служение рождественское в драмтеатре Одно из больших зданий в городе Майкопа Это был театр, театр И тогда церковь раздали пригласительные Молодежь ходила, участвовали И созвали много неверующих людей Созвали на служение, которое было как бы призывное Для неверующих, именно в свидетельство И участвовал детский хор И я вам скажу, что из того всего, что мы выучили Вот эти песни, репетиции, все запомнился на всю жизнь Пример с проповеди Которую там сказал когда-то брат Его звали Александр, фамилия Корниев Он в то время был молодой служитель Сейчас пастыр церкви О этом я вам расскажу чуть-чуть позже Это была история, которая запомнилась на всю жизнь I'll let you know a little bit later Сын дан нам Я хочу задать нашим хористам Постольку у нас сегодня служение с детьми Буквально несколько вопросов Первое, мы отвечаем рождение Иисуса Христа Правильно? Birthday of Jesus Я много езжу и люди выставляют Merry Christmas, Happy New Year, Happy Holidays В этом году увидел на весь ярд у кого-то написано Happy Birthday Jesus Думаю, слава Господу, кто-то засвидетельствовал День рождения Иисуса Христа Вопрос второй У вас было когда-то, что из ваших друзей у кого-то был день рождения? Party Всех позвали, ваших друзей, а вас не позвали Ну, может, не друзей Но было такое, хочется попасть на день рождения, честно, да? Там же торт, пицца Все самое вкусное, да? А вас не позвали Сегодня хорошая новость Когда явился ангел Помните, что он сказал? Не бойтесь, я возвещаю вам великую радость Которая будет всем людям Весть о Иисусе Христе Рождение о Иисусе Христе Всем людям, без исключения И тот Иисус Христос Который день рождения мы отмечаем Он не остался маленькой бебечкой Он вырос, как сегодня говорил брат Александр Он сидит у Бога, одесную отца Он Бог Он сделал все, что надо было ему сделать на этой земле Умер и воскрес Сын дан нам Друзья, детки Вопросом Как вы думаете, что самое дорогое у ваших родителей есть на этой земле? Сейчас вот они правду будут рассказывать, да? Самое дорогое Самое дорогое это вы Наши дочки Наши сыновья И ты испытываешь какой-то особенный трепет Когда твои дети участвуют здесь, поют Ты благодарен Богу То, что сказал Петя сегодня утром на служении Когда рождается первый ребенок Я держал свою дочь Я вам скажу честно Вот давайте без комплексов Мне было 24 года Я держал ее на руках И я молился про себя Говорил, Господи Почему ты мне дал Что-то, которое не имеет цены Бесценное Совершенно бесплатно Я держал ее, она была маленькая Я кормил ее со шприца Потому что она настолько маленькая родилась Я говорил, Господи Мне за все, что я имею в своей жизни Приходилось пахать Работать За все Ты мне дал что-то бесценное Совершенно бесплатно Иоанна 3,16 Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал сына своего единородного Мы через пару недель ждем рождения четвертого ребенка Это единородный сын Один Бесценный Самый дорогой подарок Самое дорогое все, что было у Бога Он отдал Весть о Рождестве Она в этой стране часто затмевается Потому что сильно много праздника Но мало Христа Дети Не всегда в этом ваша вина Они выросли в этой культуре Они ходят в садики, в школу У них друзья Здесь не надо следить за праздниками Здесь тебе не нужен календарь Ты просто в магазин заходишь Февраль все розовое Святой Валентин Хорошо, Март, Святой Патрик Все зеленое, все украшены Все святое Пасха Отмечают День Благодарения Отмечают Теряется Христос Христа нету Все святые Санта-Клаус святой Сейнт Сейнт Патрик Святой Валентин Святой Хорошо, выкинули Мэри Оставили просто Крисмас Хэппи Халлидэй Что такое Халлидэй? Святой день Халлидэй Рождество Мы знаем Недавно Совсем это большая проблема была Но сейчас хорошо Но давайте не Мэри Крисмас А Экс Просто Крестик Эксмас Это в том, в чем мы живем Вот это расстояние От Дня Благодарения От Тэнксгивен До Рождества Америка погружается В ненормальную спешку Тратится 500 миллиардов долларов Каждый год 6 миллиардов долларов Мы тратим на бумагу Которой мы заворачиваем Подарки 6 миллиардов Это бюджет Трех африканских стран Годовой Они едят Пьют И живут на это Мы становимся Частью вот этого Друзья дорогие Братья и сестры Папа и мамы Это наша задача Научить наших детей Что не в подарках суть Вопрос Если день рождения Иисуса Христа Почему подарки получают дети Мы Если день рождения Иисуса Христа Почему мы ждем Подарки на Рождество Они подарили подарок Дедушка не привез подарок Опять подарков мало Не в этом смысл Помните я вам рассказал Я вам расскажу эту историю Которую я услышал Когда мне было 6 лет Отец Сыном Возвращались Это было в Южной Америке Там где джунгли Возвращались с поля Где они работали На плантациях И на них напал Дикий рой пчел Знаете что такое Дикий рой пчел Это такой шар Они просто все кучей летят И они сносят все на своем пути И отец Чтобы сохранить жизнь Своего ребенка Он упал на него И накрыл его И пчелы загрызли папу А сын остался жив Сын дан нам Бог сделал когда-то То же самое За тебя и за меня Иисус Христос Умер там На кресте За мои грехи Будьте благословены Друзья Еще пользуясь возможностью Перед нашей молитвой Уже все Уже все знают Кто будет у кого отмечать праздник Кто у кого соберется Какие молитвенные группы Будут вместе Кто соберется на Новый год У кого будете отмечать Уже знают По основам сейчас Наверное все Кто что приготовит Кто что принесет Самое многое Из-за чего люди Ссорятся на Рождество Эта статистика сказала В что одеться И что приготовить Друзья Вот вокруг этого всего Чтобы было больше Христа Меньше праздника Больше Христа Я невольно вспомнил пример Когда пришлось это все В кучу сжать Я не открывал это ничего Дядя Миша Савин рассказывал Говорит один раз Говорит Когда у молодых родилась Родилась бебечка У папы и у мамы Первый ребенок И они были настолько рады Они сделали праздник Парти Они позвали друзей своих К себе на этот праздник Чтобы отметить Рождение первенца И была зима Было холодно И ребенок лежал на кровати И когда люди заходили В гости Они снимали куртки И кто-то невзначай Бросил куртку на ребенка И другие Которые люди заходили Они также кидали Свои вещи сверху Вы знаете как это бывает Заходишь кому-то в гости Куда вещи ложить? А на эту кровать И они закидали Этого ребенка И он задохнулся И умер Потому что Они вовремя пришли К Христу Рождество Праздник Это не потерять Иисуса Христа Во всем Во всем что мы будем делать Да богословит нас Господь Чтоб Иисус Христос Был нашей целью Номер один И нашим резоном Из-за чего мы Собираемся Любой праздник Пасха Рождество День Благодарения Сегодня это праздник Рождества Чтоб не утерялся Христос Не утерялся Младенец Помолимся Аминь